И в начале новости из подмосковного Новоагарева, где только что завершилось совещание по бюджету, которое проводил Владимир Путин. Обращаясь к руководству администрации президента, Совета Федерации, Госдумы и министрам экономического блока, глава государства назвал нынешнюю ситуацию непростой, но некритичной и отметил, что для укрепления российской экономики есть все необходимое. При этом в центре внимания государства должны быть социальные обязательства. Президент отметил, проект бюджета должен быть внесен до 1 октября. Необходимо обеспечить сбалансированность и устойчивость государственных финансов. Существенно снизить зависимость федерального бюджета от нефтяных цен котировок. Планируемый дефицит бюджета на будущий год не должен превышать 3% ВВП. Это один из важнейших ориентиров для правительства в ходе бюджетного процесса. Чтобы выйти на этот уровень, прошу самым внимательным образом посмотреть на доходную часть бюджета, улучшить администрирование, повысить собираемость налогов. При этом напомню, что мы приняли решение не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес. Вместе с тем, прошу правительства проработать вопрос направления в бюджет дополнительных доходов, получаемых нашими экспортерами в результате девальвации рубля. Конечно, действовать здесь нужно в высшей степени аккуратно, чтобы не ослабить экономику компаний и экспортеров, сохранить их инвестиционные возможности. В центре внимания должно быть выполнение правительством социальных обязательств перед населением. Из федерального бюджета должны быть профинансированы наиболее важные задачи в здравоохранении, образовании, науке. Расходы государства на эти цели должны в полной мере отвечать требованиям и запросам со стороны общества. Продолжение следует...